Итоги реализации госпрограммы «Молодежь в Верхней Волжье» и задачи до 2030 года рассмотрело правительство Тверской области. В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель общественной палаты региона, доктор педагогических наук, профессор Тверского госуниверситета Игорь Лельчицкий. В настоящее время в Тверской области проживает более 275 тысяч граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Это около 23% от общей численности населения в регионе. Большинство из них, почти 79% городские жители и немногим более 21% сельские. При разработке госпрограммы учтены данные социсследований о ценностях и ориентирах современных юношей и девушек. По итогам прошлого года, по сравнению с предыдущим, отмечен рост значимости для молодежи патриотизма, работы на благо общества и политической активности. Очень важно, чтобы дети занимались вот этой конкретно предметной деятельностью. Кто-то пошел в спорт, кто-то пошел в музыку, кто-то пошел в добровольчество, кто-то пошел в юно-армию, там себя реализует и станет потом таким настоящим, действительно защитником Родины. Это уже тоже ведь профориентация юно-армии. Это уже ориентирует на профессию. И это же ценностное становление. Одно из ключевых направлений госпрограммы – вовлечение молодежи региона в патриотическую и поисковую работу. В том числе и через общественные организации. Например, движение первых объединяет свыше 13 760 ребят, а юно-армия – более 7300. Тверская область является самым активным регионом, участником проектов, включенных в стратегию развития движения до 30-го года, а также базовым субъектом-организатором форума выпускников юно-армейцев. Движение существует с 2016 года, и мы все понимаем, что дети растут и растут быстро, и многие из них уже даже высшее образование получили, и не потеряли связь с юно-армейским движением. Они стараются помогать, они становятся наставниками, они как раз пополняют тот самый сектор, кадровый потенциал молодежной политики, которого так не хватает. Мероприятия госпрограммы реализуются в том числе в рамках национального проекта образования. По нему обеспечиваются возможности для социальной активности молодежи по различным направлениям. Одно из самых значимых – волонтерство. Так, в 2023 году количество участников добровольческого движения в Тверской области превысило 158 тысяч человек. К 30-му году предполагается расширить его до 172 тысяч. При этом ставится задача помочь тем школьникам, у которых не получилось поступить в Суворовские училища. Это задача государства – сделать так, чтобы дети могли развиваться и получать образование, участвовать в общественной жизни. Мы понимаем, что сегодня одной из задач стоит – это получение профессии, приучение к труду, это патриотическое воспитание. Ещё одно значимое направление госпрограммы – профориентационная работа с молодёжью. Ежегодно предусмотрено проведение порядка 25 таких мероприятий. Среди них проекты «Лето в молодёжном квартале» в формате «Лагеря для подростков», «Молодёжь детям», «Наставники» и другие. Особое внимание уделяется поддержке молодых семей. В ближайшие три года в Тверской области порядка 400 семей смогут улучшить бытовые условия благодаря региональным сертификатам на приобретение или строительство жилья.